...туда, чтобы заполучить этот роликс. Основываясь на признании Эдонели, у Парисе теперь была полная картина того, что, по их мнению, произошло тем сентябрьским днём 2003-го. Около 5.15 после полудня Хосе и Денис Карго подъезжают к своему дому. Ожидающий Эдонели, преграждает им путь к водительскому месту, направляет пистолет на Хосе и требует отдать ему роликс и ключи от машины. Денис достаёт пистолет Хосе из-под водительского сидения, пытаясь передать его мужу. Ли паникует и встретит. В марте 2008-го Эдонели был признан виновным в убийстве второй степени. Наконец-то Денис услышала то, чего ждала долгих 5 лет. Ли подтвердил на суде, что Денис не имеет отношения к убийству её мужа. Я перешёл к последнему слову и оглашение приговора. Он признался в этом вечером в зале судары. Остав и подняв правую руку перед боком, он сказал, я совершил это преступление и совершил его в одиночку. После 4.5 лет подозрение наконец-то было снято с Денис. Этот человек убил отца моего ребёнка. И мне очень сложно сказать, что я счастлива от того, что произошло. Но теперь всё закончилось, и я чувствую огромное облегчение, что всё, о чём я молилась и всё, о чём я говорила в последние четыре спорта... Метод. Три, два, один. И каковы результаты? Каковы результаты? Круто. Заключение. Да. Не вернулись, испытывая науку на прочность. Это замечательно. Товеренно, что всё правильно соединено. Давай. Разрушители легенд. Во вторник на Discovery Channel. Воспроизведение историй и реальные события. Следующая передача содержит истории, основанные на реальных и произошедших событиях. Она была прекрасна не только лицом, но и душой. Любимая дочь. Она была связана без верхней одежды, без пушевара.